Всем привет! В эфире Универ Ньюз и с вами я, Валерия Муратова. О главных событиях Казанского университета ты узнаешь в нашем выпуске. Казанский университет взаимодействует с лидером в области кибербезопасности. Как развивается сотрудничество КФУ и Института Европы и Российской Академии Наук. Визит в университет делегации из Узбекистана. КФУ посетили представители компании «Акронис» — мирового лидера в области кибербезопасности. Что обсуждалось на их встрече с ректором университета, расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора Эльшата Гафурова и делегации компании «Акронис». Во встрече приняли участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиуллин, а также представители Института физики, Института вычислительной математики, информационных технологий и Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. «Акронис» — один из мировых лидеров в области кибербезопасности. Решением компании доверяет свыше пяти миллионов пользователей, большинство самых значимых мировых брендов. Продукты «Акронис» востребованы в 145 странах мира. Компания основана российскими специалистами в Сингапуре. Также располагается в России, Швейцарии и США. «Хотелось бы понять, как Вы работаете с IT, какие у Вас программы к выпуску IT-специалистов есть, насколько действительно реалистично привлекать людей, куда выходят Ваши IT-специалисты». Гостям рассказали об интересующих их направлениях подготовки специалистов и научных разработках Казанского федерального университета, которые могут применяться в сфере IT-технологий. «Мы создали вот Ваши школы IT-технологий, где как раз интегрировали потребности этих компаний, которые в доме выработали и сегодня продолжают работу в Российской Федерации, исходя из того, что мы имеем право, как федеральный университет, создать собственную программу подготовки специалистов, и они зачастую ориентированы на потребности тех или иных компаний». Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров предложил сотрудникам компании организовать площадку для сотрудничества. Напомним, что это не первое взаимодействие КФУ и Акрониса. Основатель и генеральный директор компании Сергей Белоуса в 2015 году выступал с лекцией для студентов Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. Артем Топичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. 21 декабря Казанский федеральный университет посетил директор Института Европы РАН Алексей Громыко. В рамках встречи было подписано соглашение между Казанским федеральным университетом и Институтом Европы РАН. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с директором Института Европы РАН Алексеем Громыко. КФУ и Институт Европы РАН уже давно и плодотворно сотрудничают. Партнером Института Европы РАН от Казанского университета выступает не только Институт международных отношений, но и другие гуманитарные подразделения. Институт свой, который создавает международные отношения, тоже сформатировал в принципе только в последнее время, когда в 2010 году был создан генеральный университет путем объединения всего и вся. Это было тогда самое трудное объединение, чтобы каким-то образом сразу получить возможность сфокусировать ресурсы на объединении, например, три подразделения. Совместная работа КФУ и Института Европы РАН будет развиваться одновременно по нескольким векторам. Предполагается не только обмен опытом среди ученых, но и работа с талантливыми студентами. Эти и другие детали партнерства были изложены в соглашении, которое было подписано 21 декабря. Также теперь на базе университета будут проходить ежегодные научные чтения имени Андрея Громыко, посвященные исследованиям Европы. Впервые они пройдут в Казани в октябре 2019 года совместно с Институтом Европы РАН. Естественно, мы будем очень рады поддержать нашу идею о том, чтобы сделать что-то постоянное, какую-то площадку для работы с молодежью, для общения наших специалистов, наших исследователей. Стоит отметить, что в рамках сотрудничества будет создана международная группа исследователей, в которую войдут и ученые Казанского университета. Она будет нацелена на изучение наиболее злободневных вопросов мировой повестки. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Расширить область применения знаний Казанского университета позволит его сотрудничество с другими высшими учебными заведениями. 21 декабря состоялся визит ректора Национального университета Узбекистана имени Улукбека Аважона Марахимова в Инженерный институт КФУ. Подробности узнаете в следующем сюжете. Ректор Национального университета Узбекистана имени Улукбека посетил Инженерный институт Казанского федерального университета. Ректор приехал с своей командой, но в этот раз он хочет посмотреть, как идет подготовка инженеров в Казанском университете. Хотя понятно, что инженерная подготовка у нас в нашем филиале Челмах еще. Один аспект там есть для подготовки инженеров для автомобильной промышленности. Здесь по робототехнике и по медицинской инженерии. Национальный университет Узбекистана – это ведущий вуз Узбекистана, который интенсивно развивается. Гостей интересуют многие направления подготовки специалистов, которые есть в Казанском университете. В частности, это подготовка экономистов, инженеров и программистов. Ташкентский университет хочет у себя открыть еще инженерно-исследовательский факультет. И, соответственно, мы здесь показываем, какие у нас есть наработки в этой области и с чем мы могли бы им помочь в этой работе. И, конечно, смотрим, что они сами могут и так далее. Потому что любое сотрудничество – это взаимное проникновение их специалистов, их наработки с нашими. Национальный университет Узбекистана готов сотрудничать с Казанским федеральным университетом, а именно готовить специалистов с двойным дипломом. Также Аважон Марахимов встретился со студентами Узбекистана. Вот когда общаясь с ними, смотря их глаза, понимаете, горят их глаза и желания. Они довольны. Довольны тем, что они здесь оказались. Они учатся в Казанске все. Они довольны тем, что они получают то, что им нужно. И они уверены, что они там завтра найдут достойное место в обществе, в инженерной науке, в прикладной, в фундаментальной науке. Действительно, они есть и будущие наши специалисты. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете обсудили общественно-политические и этно-конфессиональные вопросы. Изменилась ли ситуация в республике Татарстан за последний год и чем больше всего недовольны жители? Смотри в сюжете Анны Глазуновой. В опечительском зале Казанского федерального университета прошло заседание экспертного совета по общественно-политическим и этно-конфессиональным вопросам. Заведующий кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков рассказал о социальном самочувствии и общественно-политической ситуации в республике Татарстан. По опросу социологов стало понятно, что в последнее время ситуация в Татарстане улучшается. 62,9% опрашиваемых проголосовали, что удовлетворены ситуацией. Материальное положение улучшилось и у 15,9%. У 53,2% оно не изменилось, а у 30% ухудшилось. Этот год не похож на годы предыдущие. Здесь данные по ряду показателей не отличаются от того, что мы видели, от того, что мы видели на прошлом заседании. Среди основных проблем, которые беспокоят татарстанцев, можно отметить низкий уровень зарплат, стипендий, пенсий, рост коммунальных платежей на втором месте. Граждане также жалуются на рост цен, нехватку рабочих мест и плохие дороги. О ключевых аспектах социально-экономического самочувствия молодых граждан Республики Татарстан рассказал член Российской ассоциации политических консультантов Альберт Карпов. Больше всего снижение доходов у нас опасается группа 18,24, 25,29. Достаточно большой процент опасений вызывает у молодых людей 16-17 лет возможность беспорядка внутри страны. Обсуждалась также и межэтническая ситуация в Республике Татарстан. По опросам респондентов, сложность отношений может провоцировать конкуренция на рынке труда и вызывающее поведение представителей некоторых национальностей. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. В набережно-Челнинском институте КФУ прошел форум иностранных студентов «Апгрейд». О самом интересном на мероприятии в следующем сюжете. 20 декабря в набережных Челнах прошел форум иностранных студентов «Апгрейд». В форуме приняли участие студенты набережного Челнинского и Лабужского институтов КФУ и набережного Челнинского государственного педагогического университета. В форуме приняли участие мэр города Наиль Макдеев и директор набережного Челнинского института Махмуд Ганиев. Мэр выступил перед студентами и рассказал о развитии города и нынешних задачах и планах. После были вручены благодарственные грамоты членам ассоциации. Также были награждены студенты, которые участвовали в конкурсе «Поступил сам, приведи друга». Помимо этого были проведены мастер-классы, в которых раскрывались вопросы социального проектирования, манипуляции и другого. Артем Тупичкин, Дамир Ахмедзянов, Дарья Герасимова, Универньюз. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе самых свежих событий. До встречи!